Дмитрий Артемович, я хакер, хроника потерянного поколения, средняя школа, ZX Spectrum. В детстве я мечтал стать инженером, собирать различные механизмы, схемы. Я зачитывался книжкой «Электроника шаг за шагом» Рудольфа Свореня и пытался понять, как работают транзисторы, логические схемы, радио, кинескопы. В другой книге по физике я читал про устройства лазеров и турбин самолетов. Дома, еще в детсадовском возрасте, я любил играть с электрическими конструкторами, протягивал провода от радиорозетки к динамику в своей комнате. Позже в начальной школе я приделал фару на свой велосипед. Когда велосипед ехал, фара работала от динамки, когда стоял от блока батареек. Динамо-машина бутылочного вида работает на боковой части передней шины велосипеда. Выполнена в виде небольшого генератора электрической энергии, служит для работы заднего фонаря и передней фары велосипеда, а также для зарядки электронных мобильных устройств. При этом переключение с батареек на динамку происходило через самодельное реле, сделанное из старого трансформатора. Мой дед был первоклассным мотористом, а в свободное от работы время очень любил перебирать на даче движок своего старенького Иш-Юпитер-3. Мы маленькие играли рядом и помогали ковырять этого двухцилиндрового зверя. Я хорошо помню некоторые моменты. Например, как дед делал прокладку между двумя половинами двигателя. Положив картонку на алюминиевый корпус, он обстукивал ее молотком, пока лишний картон не отваливался. Двигатель же был двухтактным. Вместе с бензином дед заливал в бак еще и моторное масло. Система смазки в этом мотоцикле была устроена таким образом, что в картере масло используется исключительно для смазывания шестерен коробки переключения передач. А вот коренвал и поршневая группа смазывались за счет масла из топлива. Заводился мотоцикл с таким ревом, что я от страха всегда прятался в нашем старом домике. Сколько бы дед не перебирал двигатель своего мотоцикла, каждый год была одна и та же история. Нет тяги то в одном цилиндре, то в другом. Видимо, тогда у меня и появилась эта любовь к механизмам. Очень хотелось понять, что приводит в движение поршень, как же переключаются скорости, как двигаются шестеренки в коробке передач и многое другое. Помню, в начальных классах я даже всерьез задумывался, а не сделать ли вечный двигатель. Детское воображение рисовало множество вариантов, и я сильно недоумевал, почему никто еще не догадался, как это сделать. Но и у меня не получилось. И вот, когда я был где-то во втором-третьем классе, родители принесли домой мой первый компьютер. ZX Spectrum. Выглядел он, как небольшая черная коробочка с клавишами. Оказалось, эта коробочка подключалась в антенное гнездо телевизора через специальный переходник, модулятор, который формировал аналоговый сигнал из цифрового. Но самое потрясающее для меня было то, что на нем можно было играть в игры. И эти игры были куда увлекательнее, чем старые советские электронные «ну погоди», где нужно собирать в корзинку падающие куриные яйца. Мои родители после развала Советского Союза практически остались без денег. Пришлось распродавать нашу библиотеку. Денег еле-еле хватало на еду и какую-то одежду. Игрушки были в дефиците. Гулять со сверстниками мать меня не пускала, постоянно повторяя, что я маленький, и меня кто-нибудь побьет. Время тогда было неспокойно. Лихие девяностые. Ее страх я могу понять. Но этот запрет наложил огромный отпечаток на всей моей жизни. Я рос застенчивым и необщительным. Мать много работала, отдавая все силы, чтобы добыть лишнюю копейку. Отцу пришлось устроиться на вторую работу. На выходных он брал меня с собой в местную школу, где подрабатывал электриком. Летом во время каникул меня либо таскали на дачу, сажать картошку, поливать огурцы и помидоры, либо возили с собой в лес за грибами, чтобы не оставлять нас вдвоем с братом, а то мы подеремся. Грибы родители собирали чуть ли не в промышленных масштабах, а потом сдавали за деньги. За грибами меня поднимали в 4.30 утра и по любой погоде тащили на корм комарам и слепням. И в тепло, и в холод, и в дождь. Сначала мы ездили в лес на том самом дедовом мотоцикле. Меня сажали в почти прогнившую коляску, что нередко вызывало отвращение. Только меня не спрашивали, хочу я этого или нет. Целый день мы кормили кровососущих, а под вечер я сильно уставал и, как любой ребенок, начинал капризничать. Но на этом мои мучения не заканчивались. Родители стелили покрывало на земле, и мы садились перебирать грибы. Тогда начиналось самое ужасное. В движении комары кусали меньше, чем когда сидишь. Хотя были и приятные моменты. Все-таки природа и глухой лес. На даче я мог сесть на велосипед и поехать туда, куда меня не пускали, но где была свобода. За всей этой мешаниной родители сильно уставали. Днями мы с братом просили отвезти нас искупаться на речку или сходить на рыбалку, но они всегда говорили то нет времени, то погода плохая и вода холодная. Наверное, поэтому ZX Spectrum и захватил полностью мое внимание. Находясь дома в заперти, я наконец-то мог играть. Пусть и с компьютером. Для того, чтобы загрузить игру, к ZX Spectrum нужно было подключить магнитофон, вставить кассету и ждать минут пять, слушая мелодичное трещание в динамике. Благо родители откуда-то принесли два советских магнитофона Quasar M. В модели ZX Spectrum 48K был встроен интерпретатор Basic, простенького языка программирования, адаптированного под этот ПК. Причем команды не нужно было набирать полностью. Они выскакивали сами при нажатии клавиши. Для загрузки программы использовался Load. Помню, как я сидел на шершавом ковре в комнате родителей перед старым советским телевизором Горизонт и увлеченно загружал свои первые игры. Excellent, Elite, Dizzy. Телевизоры тогда были огромными ящиками, ламповыми, а вместо кристаллов кинескоп. Моей любимой игрой для Spectrum была Elite. Игра, написанная еще в 1985 году, завоевала множество поклонников по всему миру. Графика была достаточно примитивной по нынешним меркам. У объектов отображались только грани. В огромной вселенной вы управляете космическим кораблем, летаете по галактике от станции к станции и перевозите товары. Вступаете в схватки с вражескими кораблями или убегаете от погони. Потихоньку докупаете прибамбасы для корабля, щиты, лазеры, стыковочный компьютер. Стыковочный компьютер – вещь очень нужная. Поскольку все станции вращаются, приходилось очень точно целиться в посадочную шахту и начинать осевое вращение корабля. Пристыковаться была еще та задача – напопотеть. Если хотелось заработать быстрее, можно было возить запрещенный товар. Рабов, наркотики. Конечно, понижался рейтинг, и на вас могли устроить облаву. Но можно было с помощью гиперпривода улететь в следующую галактику, а там рейтинг законопослушности снова обнулялся. Сейчас подобная графика выглядит очень примитивной. Даже современный дешевый китайский смартфон тянет куда более реалистичные игры. На тот момент для 8-битного процессора Z80, работающего на частоте 3,5 МГц, контурная трехмерная графика была пределом. Сам по себе процессор Z80 – очень удачная модель. Например, в его состав входило два набора регистров, между которыми можно было быстро переключаться. Что-то мне подсказывает, что компания Intel с него подсмотрела свой HT – Hyperthreading. Смысл технологии HT – это быстрое переключение между наборами регистров без их сохранения в медленной оперативной памяти. Для Spectrum было написано множество игр. Очень многие из них переводились на русский язык. Кстати, игры писали тогда на чистом ассемблере, поскольку малый размер оперативной памяти не позволял использовать что-то другое. За короткое время ZX Spectrum покорил мир. Секрет успеха был достаточно прост. Цена. Блок без монитора, внешнего дисковода и клавиатуры стоил достаточно дешево. А вы знали, что с ZX Spectrum началась эра персональных компьютеров? В июле 1979-го Клайв Синклер учреждает компанию Sinclair Research Limited. Отсюда и начинается история нашего ZX Spectrum. Первый продукт Sinclair ZX 80 произведен в феврале 1980-го года. Это был первый компьютер в мире стоимостью ниже 100 фунтов стерлингов. Его размеры были 218 на 170 на 50 миллиметров и весил он 340 грамм. ZX 80 нельзя было назвать очень удачным, тем не менее он начал довольно хорошо продаваться. На волне успеха Sinclair Research выпускает свой самый популярный компьютер. Происходит это в 1982 году. ZX Spectrum 48K имел постоянное запоминающее устройство, ПЗУ, с памятью 16 килобит, в которое был прошит диалект языка Basic, так называемый Sinclair Basic. Эта же программа ПЗУ обеспечивала базовый ввод-вывод и пользовательский интерфейс. С выпуском ZX Spectrum были огромные проблемы. На компанию Синклера посыпалось огромное количество заказов, до 40 тысяч. Реальная возможность была производить лишь 5 тысяч компьютеров ZX Spectrum в месяц. На выпуске модели ZX Spectrum 128K и заканчивается история Sinclair Research. Заканчивается довольно неожиданно. В 1982-1983 годах прибыль компании Клайва Синклера составила 13,5 миллионов фунтов стерлингов. При этом ему принадлежало 85% акций компании. Однако в 1983-1985 годах амбициозный сэр, уверенный в своей гениальности, спонсировал разнообразные проекты, такие как электромобиль, плоский телевизор и новая модель компьютера Sinclair QL. Конструкцию автомобиля он доверил компании, которая специализировалась на сборке стиральных машин. Автомобили никто не купил. С плоским телевизором тоже ничего не вышло. Новый компьютер отставал по качеству, по мощности и по цене от своих конкурентов. В 1985-м, чтобы избежать банкротства, Клайв уговорил торговую марку Dixons заключить сделку на 10 миллионов фунтов стерлингов. Однако 7 апреля 1986 года сэр Клайв Синклер неожиданно уходит из компьютерной индустрии. При продаже компании Клайв получает 5 миллионов фунтов стерлингов наличными. У нас в России было очень мало оригинальных ZX Spectrum. В основном клоны. Очень много кооперативов по разным городам паяли такое чудо, ничуть не уступающее оригиналу. А вот с джойстиками всегда была проблема. Они быстро ломались. Бэйсик. В сельской школе, в которой я учился до седьмого класса, даже был компьютерный кружок, который, кстати, должен был вести мой отец, работавший там. Но вел я. Осводилось все к тому, что мы с друзьями просто сидели перед двумя огромными ламповыми телевизорами и играли на двух компьютерах Spectrum. У меня все-таки были друзья. Чем больше запрещаешь что-то ребенку, тем больше он будет хотеть это сделать. В школу я ходил вместе с отцом за руку. Мало ли что могло с ребенком произойти по дороге, считала мать. Пока я дожидался отца после уроков, у меня часто бывало один-два свободных часа, когда я мог свободно бегать с друзьями вокруг школы. Мы играли в квадрат на улице, собирали березовый сок в лесу, залезали на спорг то выше на полуразрушенную трубу старой котельной, взрывали самодельные петарды. Петарды мы делали из магния, смешанного с марганцовкой, а в качестве фитиля использовали скрученную из бумаги трубочку с серой от спичек. Потом у нас в России появились приставки, такие как Сега и Дэнди. Мой спектрум куда-то дели, возможно отдали в тот самый кружок. Родители купили Дэнди. Она также подключалась к телевизору, но в отличие от спектрум, игры к ней шли на картриджах. Решение гениальное. Игра записывалась в ПЗУ, которая просто подключалась к приставке. Тем самым разработчики усложнили жизнь пиратам, ведь копировать картриджи куда сложнее и затратнее, чем копировать кассеты или диски. Хотя пиратов это тоже не остановило. Самая известная игра для Дэнди – «Танчики». В нее мы играли вдвоем с отцом, также сидя перед большим телевизором на шершавом ковре. Но вернемся к спектрум. Вместе с компьютером родители купили книгу «Как написать игру». Это была моя первая книга по программированию. Описывала она программирование на несложном языке Basic. Простенькие циклы, условия, работа с графикой. Единственным штатным видеорежимом оригинального ZTEX Spectrum является графический режим разрешением 256 на 192 точки. Доступна только одна видеостраница, расположенная в основной памяти компьютера по фиксированному адресу. Информация о цвете задается атрибутами. По одному байту атрибутов на знака места 8х8 пикселей. То есть цвет был 4-битным. Всего было 8 значений цвета. Весь экран делился на 32х24 знака места, для которых можно было задать только два цвета – фона и точки. В одном знака месте не могло быть 3 пикселя с разными цветами. В общем, некоторые особенности помогали максимально экономить память. Но по большей части я просто перепечатывал готовые строчки кода из книжки. Например, игру «Сокобан» в нескольких сотнях строк. Смысл ее – поставить ящики на помеченные места. При этом двигать ящик можно только вперед. Если ящик упирался в угол, его уже нельзя было оттащить назад. Чего-то своего я тогда не сделал. Хотя сильное желание изучить ассемблер у меня возникло. И я его изучил. Но значительно позже и под другую архитектуру. Но рутина продолжалась. Школа, уроки. Мать заставляла учиться и говорила, что я должен учиться, чтобы получить хорошую работу. Должен одеваться так и должен есть это. Должен, должен. Мать, родившаяся в Советском Союзе, от всего сердца желала своим детям только лучшего. В ее время, получив высшее образование, можно было рассчитывать на престижную работу. Мои родители были людьми системы. Мне всегда нравился «Спектрум». И я был не один такой. По всему миру появились фан-клубы. Энтузиасты подключают сетевые карты, модемы, соединяют старенькие «Спектрум» в сеть. У меня до этого не дошло. В классе в восьмом я выменял «Спекки» у одноклассника даже не помню уже на что. «Спекки» — так сокращенно называют ZX-Спектрум его фанаты. Этот блок был меньше, без встроенного динамика и модулятора. А это проблема. Как подключить «Спекки» к телевизору? Ведь монитора у меня тогда не было. Логически поразмыслив, я решил, что модулятор должен быть у Дэнди. Ведь Дэнди подключался в антенное гнездо телевизора. Значит, была возможность перевести цифровой сигнал в аналоговый. Полный энтузиазма я раскручил корпус приставки и методом тыка или перебора, подсоединяя провода из графического порта «Спектрум», я все же смог добиться четкой картинки на экране телевизора. С удовлетворением вырвал плату из корпуса приставки и закрепил свой результат раскаленным паяльником. Сам не знаю как, но оно работало. К сожалению, к тому времени мать уже не замечала моих маленьких побед. Работа в две смены поглотила ее полностью. И дома все ее время было занято. С утра она собирала нас в школу, днем готовила обед, помогала делать уроки, вечером проверяла тетради. И так повторялось каждый день. Гимназия. Класс. Такого дурака все-таки взяли в Кингисепскую гимназию в седьмой класс. И с самого начала класс, в который я попал, меня не принял. Там были дети крутых родителей, и они всячески стали меня задирать. Назвав своих одноклассников дебилами, я полностью с ними разругался. Меня перевели в параллельный класс. Здесь ребята были проще, без понтов. С некоторыми я дружу до сих пор. Учился я в физико-математическом классе. Как следует из названия с углубленным изучением физики и математики. Только вот физику у нас в классе понимали единицы. Я был в их числе. Директор Симонова требовала, чтобы в образцовой районной школе были медалисты, и медалистов делали. И по физике, и по математике. В физико-математическом классе. Школу я не любил. Мать заставляла делать уроки, настаивая на том, что я должен хорошо учиться, иначе меня заберут в армию. Свободного времени было очень мало. Воскресенье, да и то неполное. При шестидневной учебной неделе в воскресенье нужно было готовить уроки на понедельник. Больше всего я ненавидел русский язык и литературу. Грамотностью я никогда не отличался, а по литературе всегда задавали читать очень много. Интересно, когда? Встаешь в шесть утра, едешь в школу, учишься с девяти до шестнадцати часов, едешь домой, возвращаешься к пяти-шести часам вечера, ешь, делаешь уроки, ложишься спать. А тут, оказывается, вы должны успеть прочитать три томика войны и мира. Нет, спасибо. Моя мать всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. С ее точки зрения, ребенок учителей, а тем более учителя русского языка. Просто обязан быть грамотным и писать отличные сочинения по литературе. Поэтому сочинения за меня писала она. Этим она напрочь отбила у меня желание делать это самому и на долгие годы поселила во мне неуверенность при любых начинаниях. А вдруг я не справлюсь? Вдруг я не смогу? С ее же слов я был маленьким и несамостоятельным, кого обязательно побьют на улице. Хорошие вводные для ребенка. Как оказалось, в моей новой школе изучали два иностранных языка — английский и немецкий. Какой в этом смысл? Я не понимаю до сих пор. При этом мои одноклассники уже учили немецкий два года, а я не знал ни слова.